Ребята, всем привет! В этом видео хотел бы вам показать, какой установлен у меня шланг для душа. И чуть попозже я вам расскажу рекомендации специалистов, которые я нашел в интернете, какие они рекомендуют покупать шланги. Лично я, если взять из шлангов, которые с металлической оплеткой, я рекомендую покупать именно вот такую вот шлангу. Значит, во-первых, почему? Вот эта вот оплетка, она более эластична, ей более удобно пользоваться, нежели с другой металлической оплеткой, которую я чуть-чуть позже покажу вам кадр. Найду фотографию, покажу. От таких шлангов, конечно же, откажитесь. А вот этот вот шланг, если вы найдете в хостоварах, то обязательно покупайте. Посмотрите, значит, вот он как пружина сделан, видите? Вот он растягивается, то есть по типу пружины. Не по типу пружины, но как он получается, как пружина. Вот, смотрите. Он растягивается и легко возвращается на место. Вот так вот выглядит этот шланг. Фирму я вам, к сожалению, сейчас не скажу, потому что упаковку уже выбросил. Вот, значит, здесь вот подсоединение вот такое. И вот так вот он выглядит. Так вот он. Очень хорошо, удобно пользоваться. Вот, смотрите. Он такой эластичный, принимает, как говорится, нужную форму. Ничего не западает, не заедает. В общем, вот такой вот мой вывод. И сейчас я вам дочитаю, значит, рекомендации специалистов. Можете выбрать три вида шлангов, значит, вот, в металлической оплетке, в пластмассовой, в пластиковой и в силиконовой. И какая из них лучше, сейчас я вам расскажу. Ребята, как я вам и обещал, показать, значит, вот этот вот шланг, который я не рекомендую покупать. Почему? Потому что именно вот с такой оплеткой, как здесь вот на фотке, я уже замахался их менять. Они постоянно выходят из строя, то есть, постоянно рвутся. Почему? Потому что вот эта вот оплетка, оплетка, она, значит, перерезает шланг, перерезает внутри резиновый шланг. То есть, как-то она перекрутилась, как-то она закрутилась неправильно и режет шланг. И все, потом, потом, соответственно, все, вода протекает и от этого шланга никакой нет пользы. Вот так вот он выглядит. Сейчас я вам еще раз покажу. Вот так вот, да? Вот так. То есть, вот такие шланги в такой оплетке избегайте, не покупайте, потому что, ну, уже было заменено, наверное, шланга 4, это точно. И какой бы ценовой категории мы их бы не покупали, хоть дорогие, хоть дешевые, все они, в общем, все они непригодны для использования на долгосрочный период. Теперь, значит, я нашел вот такую вот статейку на сайте santechstandard.com. И здесь вот есть классная статья, она большая статья, да? Ну, здесь вот я самое главное сейчас вам прочитаю. Ссылку на этот сайт оставлю в описании. И вы уже можете зайти и прочитать полностью эту статью. Итак, поехали. Значит, необходимость в смене душевого шланга может появиться в любой момент. Шланг покрыт обмоткой, под которой не видно мелких протечек или трещин. Поэтому мы принимаем решение о замене шланга только тогда, когда им пользоваться уже совершенно невозможно. Но как выбрать шланг для душа, когда на рынке представлено такое множество вариантов? Начнем разбираться с обмотки шланга. Обмотка из металла. Душевой шланг изготавливает из пластика, резины или полимерного состава. А для его обмотки применяют эластичный металлический кожух. Такой вид обмотки придаст прочности шлангу и надежно защитит его от разрывов при перегибе. Перед тем, как выбрать шланг для душа, не помешает определить оптимальную длину шланга. В большинстве случаев для ванны или душевой кабины подойдет шланг двухметровой длины. Он позволит комфортно пользоваться душем, избегая скручиваний. Несмотря на свою популярность, металлическая оплетка не самый долговечный материал. Со временем обмотка рвется или ломается, но невысокая стоимость позволяет беспрепятственно заменить шланг на новый. Значит, ребята, вот именно в этом пункте обмотка не рвется, обмотка не ломается. Обмотка лично у меня постоянно резала вот этот вот резиновый шланг, который внутри. А с обмоткой, с этой, ничего не произойдет. Она может только что там со временем поржаветь. Это и то надо им пользоваться, наверное, лет 10. Вот, поэтому обмотка режет резину. Поэтому я вам показал обмотку металлическую в другом исполнении, как я вот показал в начале, в виде пружины. Вот она резать точно не будет, потому что там все концы, ну, она полностью, значит, закруглена. Там нет никаких острых концов. Поэтому в пружине можете смело брать. Вот в такой оплетке, которую я вам показал. Вот она. Не вздумайте, зря выкинутые деньги на ветер. Итак, обмотка из пластика. Душевой шланг может быть выполненным из цельного пластика или применяться в роли оплетки для резиновой трубки. Второй вариант может выдерживать температуру воды до плюс 80 градусов. Так, отлично зарекомендовала себя обмотка из пластика с вплетением стальной проволоки. Это тип оплетки придают шлангу еще больше гибкости и крепкости на разрыв, что увеличивает срок эксплуатации изделия. Есть у пластиковых шлангов и свои недостатки. Они больше подвержены снижению эластичности и, как следствие, растрескиванию. Это особенно сдиктует некоторые ограничения по их использованию. Но не рекомендуется долго эксплуатировать шланг с пластиковой оплеткой под напором горячей воды. Также не стоит надолго оставлять такой шланг в смотанном, например, вокруг смесителя виде. Оплетка душевого шланга может быть различной из цветного пластика, бесцветного или под хром. Структура оплетки может быть как гладкой, так и спиральной. Стоит отметить, что прозрачный вариант оплетки выглядит эстетично только в начале использования. Если у вас из крана не течет дистиллированная вода, то достаточно скоро на внутренних стенках трубки образуется желтоватый налет от различных примесей, содержащихся в водопроводе. Итак, значит, ребята, теперь делаем вывод по пластиковой обмотке. Значит, кипятку, значит, если вы будете просто кипяток включать для каких-то целей, то нельзя это делать. И, значит, нельзя шланг этот наматывать. То есть, как-то вокруг он намотан, вокруг смесителя будет, он будет портиться. Поэтому вы уже поняли, что из пластика вот такие вот варианты, возможно, варианты дефектов в будущем. Теперь обмотка из силикона. Материал обмотки душевого шланга имеет прямое отношение к его долговечности. Изучая вопрос, как выбрать шланг для душа, вы обязательно должны обратить внимание на изделие с оплеткой из силикона поверх стального корпуса. Цена таких шлангов несколько выше аналогов из других материалов. Но это слегка компенсируется их преимуществами. Значит, преимущество отсутствием протечек, более долгим сроком эксплуатации в сравнении с оплеткой из металла и пластика. На силиконе не образуется грибок. Абсолютно гладкая поверхность позволяет легко поддерживать идеальную чистоту шланга. Значит, теперь вы, ребята, поняли. Из всего из этого, из этой статьи мы делаем вывод, что самый идеальный шланг это из силикона. Но, если все-таки вы не захотите силиконовый, а захотите шланг с металлической обмоткой, то покупайте с той обмоткой, которую я показал в начале видео. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на канал. Всем до новых встреч. Пока.